Тайваньский бизнесмен Джун Динбан провёл свою первую пресс-конференцию после освобождения из заключения, которому он подвергся в материковом Китае. Рядом его жена и дочь. В зале присутствуют более 30 СМИ. Китайская служба безопасности задержала Джун Динбана 18 июня в провинции Дзянси во время его поездки к родственникам. Тайваньца удерживали под стражей до 11 августа. Дело получило широкую международную огласку, и призывы к его освобождению звучали как от тайваньских законодателей, так и со стороны мировой общественности, включая членов парламента США. «Спасибо вам всем за поддержку, которую вы оказали моей семье и мне в ходе этих событий. Вы помогли мне благополучно вернуться. Спасибо вам». Своё задержание Джун Динбан характеризует как похищение. Говорит, все эти 54 дня был под постоянным надзором. Джун занимается Фолунгун – древнекитайской медитативной практикой. В то время как на Тайване её приветствуют, в коммунистическом материковом Китае в 1999 году Фолунгун был объявлен властями вне закона. Джун Динбана задержали в аэропорту Дзянси, обвинив в том, что в 2003 году он планировал перехватить местный телевизионный сигнал и вмешаться в трансляцию. Как сообщало китайское государственное информагентство Синьхуа, Джун признал эти обвинения и раскаивается. Однако Джун говорит, что это раскаяние он подписал не по собственной воле. «Я использовал перехват телевизионного сигнала, чтобы дать возможность людям в материковом Китае узнать правду о преследовании Фолунгун. Я верю в то, что мой поступок был правильным и справедливым. В отношении так называемого признания, которое я подписал, находясь в Китае, оно не было написано добровольно и по собственному желанию». Власти КНР начали репрессировать Фолунгун из страха потерять идеологический контроль над массами после того, как выяснили, что число приверженцев этой практики превысило число членов партии. После начала гонений на эту группу людей обрушилась вся машина пропаганды режима. Уже было несколько случаев, когда китайские приверженцы Фолунгун подключались к телесигналу и транслировали программы, разоблачающие клевету, которую говорили о них по всем государственным каналам. По данным правозащитных организаций, в настоящее время заключенные в тюрьмы, практикующие Фолунгун в Китае – это самая большая группа узников совести в мире. Джун подчеркнул, что эти репрессии необходимо остановить. «Спасти заключенных, практикующих Фолунгун. Дать им и другим китайцам в материковом Китае возможность знать правду, свободно верить и мыслить. Давайте продолжать призывать к прекращению этого преследования». Напомним, на прошлой неделе Китай и Тайвань подписали два торговых соглашения. Одно из них призвано гарантировать безопасность тайваньским бизнесменам, работающим на материке.